У нас такое будет большое видео, ответы на ваши вопросы, разъяснения, пояснения нашей темы, оздоровительной темы. Ну, начнем вот с такой. Да, что я хочу сказать, я комментарии, которые мне не нравятся, и их обычно удаляю, без всякого якого. Но здесь я кое-что поясню, почему это там делаю, чтобы было все ясно. Как я вам говорил, я люблю ясность, чтобы я был понятен. Вот я удалил Владимира Росева. Вот он что пишет. Что вы несете? Во-первых, у детей сильный иммунитет с возрастом, он ослабевает. Иммунитет повысить нельзя. Если лимон это витамин С, то он погибает при 40 градусах, а вы предлагаете залить водой 60 градусов. Много пить жидкости нельзя. Это нагрузка на почки и вымывание минеральных веществ из организма. Значит, я этого человека удалил. Теперь начнем разбор. Во-первых, у детей сильный иммунитет. Ничего подобного. Он у них не сильный. Ребенок рождается. Ему надо подготовиться к этому миру. Он подготавливается тем, что у него постепенно формируется микрофлора. Она должна сформироваться в желудочно-кишечном тракте ребенка. Это все-таки процесс. Не то, что он родился, он уже все там, у него все сформировано. Если микрофлора не сформирована, если она слабая, то ни о каком иммунитете не может быть речи. Поэтому где-то лет до 5, наверное, с иммунитетом проблемы идут. Именно из-за того, что формируется микрофлора в желудочно-кишечном тракте. Дальше она немножечко, так сказать, будет получше. Но все равно ребенок растет. Он неустойчив по массе, но их параметрам. Самый устойчивый иммунитет. Вот мы, знаете, еще неправильно понимаем слово иммунитет. Иммунитет понимается как защита организма. Важно понимать здоровье человека и его силу с учетом жизненной энергии. Вот насколько велика жизненная энергия, насколько она сейчас проявляется. Настолько организм и силен. Он выметает буквально-таки все ненужное от себя. То есть помимо того, что существует физическое тело, существует еще биополевая защита, которая выметает все. И это, как правило, наблюдается только у зрелого человека примерно возрастом от 25 до примерно 50 лет. То есть это самая мощная будет. Поэтому с возрастом слабеет ничего подобного. То, что вилочковая железа там может быть больше, чем у взрослого человека, это все ерунда. Все дело заключается совершенно в ином. Насколько имеется мощь, насколько у вас запас жизненной энергии и насколько организм чистый изнутри. Вот настолько вы и будете защищены от разного рода посторонних воздействий. Иммунитет повысить нельзя. В раке иммунитет повысить можно. И иммунитет гасится вот так вот, если так сказать, с возрастом из-за того, что просто-напросто организм накапливает шлаки. Он накапливает следы заболеваний. И все это в сумме, естественно, начинает давать те или иные сбои в организме. Но, если вы работаете над собой, вот, например, как я, раньше у меня были прыщи, раньше у меня были фурункулы в этом самом возрасте, раньше у меня были эти самые во рту стоматит, раньше у меня был ГРПС. Да много раньше у меня чего было. А вот сейчас, в данном возрасте, на 66-м году, мой иммунитет гораздо сильнее, нежели был раньше. Плюс, естественно, чтобы не было каких-то дурацких операций по удалению глант, аппендицита. Это все влияет на наш иммунитет. То есть, если вы работаете над собой, и многие люди об этом говорят, если они работают над собой, и они говорят, что, вот, допустим, им там 40 лет, 50 лет и более лет, говорят, я и не знал или не знала, что можно так жить. У меня там головные боли были, я там вообще разваливался. То есть, все, 5-10, и думаю, что это так и надо. Когда я почистил свой организм, такого здоровья, какое я обрел сейчас, я не наблюдал в течение всей своей жизни. Очень часто были такие ответы. Поэтому это все ерунда, он увеличивается. Просто надо знать, как это правильно делать, с помощью чего это делается. А не просто пассивно, вот, что-то у нас есть, и пассивно мы загаживаем свой организм, там, переносим разного рода болезни, переносим разного рода вмешательства, и потом, так сказать, вот, на том, что у нас есть, едем, не ухаживая. Это как раз вот этот имеется, будем говорить, в случае того, когда человек не ухаживает за собой, естественно, вот так, знаете, с горки едет. А когда вы ухаживаете, вы, наоборот, в горку подъехали, а потом еще сохраняете это в виде плато. Так, если лимон это витамин С, если лимон это витамин С, то он погибает при 40 градусах. А вы предлагаете залить водой 60 градусов, а я там подчеркивал в этом видосе. Это одно дело. В Америке исследовали так. Говорят, что лимон помогает от простуды. Что в лимоне содержится? Ага, содержится витамин С. Значит, мы сейчас вынем этот витамин С, они, значит, путем там экстракции вынимают этот витамин С, дают человеку и говорят, ну, особо не действует при простуде. Но я говорю не о витамине С, о котором тут все говорится. Если лимон это витамин С, лимон есть лимон, а витамин С, витамин С, это только малая часть того, основная защита в лимоне заключается в его кожуре. И для того, чтобы взять экстракцию из кожуры, для этого надо применить как раз температурку 60 градусов, примерно, примерно там, плюс-минус. Вот тогда как раз выйдут те вещества горечи, которые защищают лимон. И защищая лимон, мы с вами эту защиту встраиваем в свой организм. И благодаря этому становимся сильнее. Потому что если не было защиты в кожуре лимона, да его бы вместе с витамином С, как лакомку, давно бы съели грибки и прочие там бактерии. Но вот именно за счет вот этой вот, своей кожуры и наличия тех веществ, в горечи и ряда других, вот там и фитонциды, и ароматические вещества, все эти такие в кожуре, он способ, все это способствует тому, что защищает лимон. И когда мы вот именно вот этот продукт употребляем, полный, зашитое, то мы тем самым повышаем и свою защиту. Это важно понимать, за счет чего вот эту мы повышаем защиту, так называемый иммунитет. Вот эти слова, незнакомый иммунитет, она никак не отражается, потому что, надо говорить, защита организма, или его жизненный потенциал, тогда становится как-то ясно и понятно, с чем мы работаем. Так вот, кожура как раз, вытяжка из кожуры, дает нам защиту, она усиливает нашу защиту. То, что там у нас внутри имелось, она, естественно, будет подавлять. И за счет этого нас укрепляет. Это важно понимать. Что я имею в виду, витамин С или лимон в целом? Далее, я слушал такую передачу Малахова, вот как раз про все эти события, про иммунитет и так далее, и тому подобного. И в частности, там выступала. И вот она как раз рассказывала, что она встречалась с кем-то, кто ранее встречался с Рерихами. И вот как раз они сказали, что грядет, значит, какая-то легочная чума, примерно такая вот, в какой-то будущем, и к ней надо уже готовиться. А это было очень давно. В прошлом веке, там это 30-40-е годы. Там было упомянуто следующее, что делается от этого лекарства, лекарства из какой-то там сосны, которая живет там, кедр, не кедр в Индии, живет долго. И как раз именно из нее берут вытяжку и делают лекарства для того, чтобы подавить вот эти вот бронхолегочные заболевания. То есть возбудителя, которые может их в организме вызывать. И можно о Рерихах еще упомнить, по-разному упомнить. Есть хорошие отзывы, есть плохие отзывы, всякие есть. Они в свое время, ну, насколько я так помню, создали такой, как бы сказать, институт, который назвали Урусвати, и который занимался тем, что он собирал и исследовал разного рода рецептуру, которая пришла к нам от наших далеких предков. И в частности, почему эту сосну вы выбрали, которая там, ну, так скажем, растет? Потому что это растение защищает себя. Шлет. Она испытывает огромное количество различных агрессий из окружающей природы и успешно их выдерживает. За счет чего? За счет того оживительного сока, который в ней находится. Как мы знаем, вот сосновые породы, деревья сосновых пород, которые называются живица. И вот как раз вот эта живица и защищает дерево от там грибков, бактерий, там вирусов и так далее. То есть всего того, что норовят сделать это дерево больным и сожрать его в конце концов. Так вот, как раз оттуда-то и берутся лекарства, проверенные самой силой природы и применяемые для человека, чтобы также его подобно укрепить. То есть вот в чем смысл вот этих вот лекарств, дошедших к нам из древности. Это очень важно понимать, что люди догадались, что надо от этого, допустим, там растения взять как-то его силу, которая в чем заключается? Она заключается в соке там или еще что-то там. И сделать такую рецептуру, чтобы к себе применить. Я вам рассказывал о Караваеве, Виталии. Когда он болел туберкулезом, в 9 лет его как раз вылечили тем, что он дышал парами живицы. И за месяц туберкулеза, который должен был его скосить за 2 недели, как сказал опытный врач, он был вылечен. Это что касается теперь залить водой 60 градусов. Для чего заливаем водой 60 градусов? Лимон. Не витамин С, а совсем другое. Я вам объяснил. Много жидкости пить нельзя. Это нагрузка на почки вымывает минеральные вещества из организма. Не я такую дозу посчитал 20 этих грамм на килограмм собственного веса. Я постоянно вам говорил. Организм сам подсказывает чувствам жажды. Есть, пьем. Это я говорил. Ну вот, якобы, значит, ученые там примерно высчитали, что 20 граммов надо пить на 1 килограмм собственного веса. То есть я вас не призываю, чтобы человек, вот как говорят, надо пить 2 литра воды. Я вешу 100 килограммов. Мне 2 литра воды может быть нормально. 2 литра воды человеку, весящему, 50 килограмм много. А человек, который весит 150 килограмм, 2 литра ему мало. Так я вот с учетом вот этого сказал, является более-менее какой-то нормой в зависимости от веса тела. А не просто там брякнуть, что много воды пить. Да, если пить много воды, допустим, я сейчас буду пить по 4-5 литров воды, это будет нагрузка и на почки, и, значит, на то, что будут вымываться минеральные вещества. Но, надо же понимать, я как раз вот привел ту дозировку, которая, будем говорить, адекватна для человека, соответственно, с его параметрами массы. Столько килограмм, столько, столько, столько. Я сейчас вам пояснил, что я несу, что я сделал, что и как. Теперь перейдем к вашим комментариям. Я рассказывал, ну, помимо того, что написал книги, книги были написаны так. Вначале я занимался своим собственным оздоровлением, и мне было интересно записать вот этот свой опыт, как что там действует. И я так потихонечку начал делать различные розынаброски, а потом все это вылилось в брошюру. После брошюры, значит, появилась там книжонка и так далее. Начал эту книжонку издавать, то есть вот так вот пошло. И, естественно, люди начали приобретать, использовать, и что там у них получалось. И вот я как раз вам рассказывал о Лене Василек, что эта женщина, красавица, певица, самостоятельный человек, в свое время там, сколько там ей, лет 20 было, то есть она болела долго аллергией. Толку никакого там не было, и вот она случайно там приобрела мои книги, прочитала, сделала, и как вы видите, аллергия прошла как страшный кошмар. И вот, то есть это говорит о том, что я несу, несу я полезные вещи или какую-то ерунду. И вот Анжелика Виноградова как раз на это вот видео сделала свои комментарии. Вот что она пишет. Хочу поделиться правдивой историей в двух словах. Моя дочка была аллергиком. Каждую весну, соответственно, мы мучились. Пока в прошлом году аллергия не закончилась к лету, а перешла в еще худшие стадии. Ребенок опухал, чесался, волдырями, прыщами, пятнами покрывался, кашлял и так далее. Лекарства уже не помогали. Я разозлилась на эту поганую аллергию за страдание своего ребенка и взялась за нее как следует. Изучила многое, в частности, объяснение и рекомендации Малахова и применила их дополнив своим пониманием. Такой человек все анализирует, надумывая всегда своей головой, слепо не иду на поводу рекомендаций. Помогло. И так и надо поступать. Информации много. И очень важно отбирать из нее, будем говорить, зерна, а все лишнее выбрасывать. Это очень важно. То есть вот, чтобы получить золотую там руду, надо огромное количество шлаков разных там отбросить. Это очень важно. Итак, помогло. Пролечив доченьку от разнообразных видов паразитов и лекарствами, и травами, и специями, и плюс укрепив ее иммунитет, мы избавились от многолетней прогрессирующей аллергии, которая уже в асму хотела переходить. Этой весной у нас впервые в жизни ни следа, ни намека на аллергию. Чистая личика, как шутит моя доченька, а для подростка особенно чувствительно, когда руки, лицо и прочее в прыщах сыпи. Девочки хотят быть красивыми, и чтобы одноклассники не дразнили. Геннадий Петрович, спасибо вам, что направили на правильный путь. Всего вам самого доброго и хорошего, храни Господь. Люди, страдающие аллергией, имеющие знакомых и родных в аллериках, может кому-то пригодиться мой опыт. Вот человек, прошедший через, все мы идем через официальную медицину, что-то у нас случилось, и мы идем туда, чтобы получить квалифицированную помощь. аллергию. Но, если само направление официальной медицины для лечения аллергии направлено на то, чтобы, будем говорить, ага, высыпание это подавить, не понимая, от чего это все возникает, то все это далее повторяется. Да, лекарства могут подавить вот эту аллергию, но мы же не будем их постоянно применять. Причины-то остаются. Аллергия опять у нас возникает, мы еще подаем, аллергия опять возникает, в конце концов у нас уже возникает привыкание и к этим лекарствам, и уже эти лекарства начинают действовать отрицательно, сколько же их можно есть, их же надо выводить в конце концов. Все это вместе действует. То есть, не понимая причины, вот такой вот идет ерунда, которая приводит к тому, что она становится многолетней и прогрессирующей, и переходящей в более сложное заболевание. А всего навсего надо действительно понять эту причину. В чем она заключается? Она заключается в том, что организм грязный и заселен еще разного рода паразитами, которые просто едят попадом, туда гадят и все это вместе вызывает вот это вот аллергические реакции. Избавившись от шлаков, вычистив свой организм, избавившись от паразитов, которые жрут нас поедом, мы получаем здоровый организм. Вот вам иммунитет. Был иммунитет один, который не мог справиться ни с чем с этим. А мы ему просто-напросто помогли, то есть мы правильно поработали с жизненной силой. Жизненная сила организма, вот в данном случае девочки, тратилась на то, чтобы как-то через вот эти шлаки, через этих паразитов как-то жить, существовать. Как только мы с вами почистили, уже наша жизненная сила не тратится на то, чтобы как-то эти шлаки обезвредить, как-то с этими паразитами ужиться. Она начинает идти, будем говорить, распускаться. И человек тогда действительно окрыляется, он становится здоровым по-настоящему, и кожа, и энергия, и все-все-все-все у него ладится. А так, дальше, основа натуропатического подхода к человеку, работать с первопричинами, нормализовать работу организма. И все это, в конце концов, выходит на работу жизненной силы, жизненной силы, которая струится через нас. Надо помогать, в крайнем случае, не вредить ей. А мы так и норовим навредить ей своим питанием, своими дурными привычками и прочим-прочим, что, как бы сказать, является приглашением для заселения нашего организма разного рода вирусами, грибками, бактериями, которые начинают его просто-напросто жрать. То есть, вы накрыли поляну в своем организме, а потом удивляемся, а почему у нас нету здоровья. Поляну надо расчищать. То есть, я объясняю не то, что там надо делать, там клизмы, печень чистить, там менять питание, противопаразитарку применять. Хотя, кратко, видите, вот эту всю программу перечислил вот в этой вот фразе. А понятие, что, что и как надо делать. Далее, пойдем теперь по вашим комментариям. Вальдемар Залецкий, во время самоизоляции самый полезный канал, благодарю. Дело в том, что здесь не просто, вот что я последнее выкладываю, там выложено столько и детоксикация, целая, будем говорить, вот серия видео, и пропитание, и там целебные кулинарии, и там многие-многие. На прогулках я рассказываю про очень такие редкие вещи, которых не встретишь вообще в интернете. Поэтому смотрите, смотрите все. Вот Наталья Боровик пишет, нам помогли забыть такие великолепные знания, рухнули традиции, а кто виноват, что люди деградируют, забыли традиции, поменяли на сопливый глянец, а врачи дятлы, как говорится, вонючая коммерция все заполонила. Это очень, значит, вообще-то прискорбный вот этот вот комментарий. Если бы, мы, говорит, вот посмотреть самое главное. Смотрите, вот сказали, что народная медицина, это ерунда, все она отжила, все это лекарство. И тут, смотрите, идет 21 век, научно-технический прогресс. И только трах-бах, вот мы доверились, значит, научно этой медицине, и все. Оказывается, вот вирус, откуда ни возьмись, пришел, там мутировал или еще, и от него нету никаких средств. Мойте руки, надевайте эти маски, и все. Опять-таки, мы возвращаемся к иммунитету. А как мы его можем укрепить? А с помощью чего мы можем укрепить? Вот некоторые говорят, видите, сформировалось мнение, он не укрепляется, иммунитет, лекарств, мол, нету, надо ждать там вакцину и так далее. Позвольте. Вы только смотрите в эту сторону, да вы же вот туда посмотрите, вот сюда посмотрите. Народный опыт давным-давно показал, что против вот этих всех пандемий, которые у нас там были, чумы, холеры, оспы, люди находили противоядие. Все это было. Все, все, знаете, вот поэта, позабрасывали, сказали, что это не так, не сяк, и в итоге расписались в собственном неумении, не знании. И что делать? Хотя в опыте наших предков, поддержание собственного здоровья, все у нас было. И просто, да просто, видите, мы как бы допустили вот такие вот вещи, действительно, люди, ну и вы по-своему, эти там по-своему, чтобы все это как-то сохранилось. Иначе вот такая вот вещь будет, что вообще мы ничего не знаем, мы ничего не можем, и как хотите, так и это. А потом еще говорят, о самолечении ни в коем случае. А что делать? Пассивно ждать, когда тебя в гроб положат. Вот что делать? Вы. И вот все это называется цивилизацией. Значит, Петрович, расскажите что-нибудь о фито-чаях, если возможно. Это огромная тема, как-нибудь я расскажу. Привет из Баку, привет. Как у вас красиво и уютно в доме. Для этого, опять-таки, человек, это не просто вот мое тело. Продолжение, это мои мысли, это мои дела, это мои поступки, это мое окружение. И вот в этом действительно проявляется человек. Чтобы вы могли создать вокруг себя такую гармоничную атмосферу, экологию, в котором вам было приятно жить. Это своего рода искусство жизни. Сразу же Софи Коваль на видео «Паники не поддаваться, что я делаю», написала «Гема Лаха в 90-е годы всю Россию лечить уринотерапией, с тех памятных пор нет к нему доверия». Вот смотрите, я просто-напросто этого человека удаляю, не удаляю, а заблокирую просто-напросто. И люди, которые занимались по моим книгам, они отлично знают, что тут не одна только уринотерапия. Уринотерапия – это только какая-то часть. И я ее рассказал, что уринотерапией не я один занимался. До меня там занималось огромное количество выдающихся личностей, врачей. И мне просто-напросто интересен был этот опыт. и его собрал. Кое-что я применил, кое-что я, как бы сказать, обосновал, что это, как это работает. То есть, это маленькая часть. И тут мне приплетает уринотерапия, буквально я там каждому там что-то в лодку заливал и так далее. Важно понимать, что что-то где-то работает, что-то не работает. Подход должен быть целостный. Если человек только на одно там дыхание, там думает, по бутейкам вот это дыхание будет работать, или там уринотерапия, или еще там чем-то заниматься, только одним на это упор делать, у него ничего не получится. Да, какие-то могут изменения благоприятные быть, а потом какой-то случай подвернется. И все. И человек не знает, как в этом случае поступать, что делать, потому что тут надо совсем иные методы применять. То есть, целостный подход. Я постарался применить этот целостный подход к себе. И в своих книгах показать его в основах здоровья. В основном в основах здоровья я постарался вот эту вот всю эту систему донести людям в простом адаптированном виде, с учетом индивидуальной конституции. Там такие знания, и знания это не мои. Понимаете, это все вот еще знаете, что получается? Многие там было такое письмо недавно, вот вы тут на горе людей заработали деньги, сделали вот такой дом и так далее. Вы знаете, опять-таки, хочу сказать, вот мы с вами ходим по миру, по миру, и этот мир нам предоставляет безграничные возможности. Бери, бери, все у тебя, так сказать, это. А мы даже не видим эти возможности. Вот в чем задача. Не видим просто-напросто их, не можем сообразить, как применить. Пожалуйста, вот они были, знания оставлены нам предками о том, как поддерживать здоровье, сохранять, о том, как лечить с помощью народной медицины. Все мимо прошли, а вот только я один как-то это зацепил и вот так вот преподнес их, понимаете, преподнес их в открытом виде, что вот она как работает. Светлана Савельева, спасибо, как всегда, вы правы, маслом очищаюсь уже год, правда, кокосовым или маслом черного кунжутное. Гвоздика вызывает изжога. Значит, смотрите, если гвоздика выживает изжога, то ее надо применять, дозировку уменьшить. Для того, чтобы изжога, как бы сказать, вот прошла, надо примерно, наверное, месяц ее не применять, а потом, ну буквально-таки половину палочки разжевать и это делать не ежедневно, а примерно через день и посмотреть, как организм реагирует на это, чтобы изжоги не было. Масло можно любой, кокосовое и так далее, кунжутное. Если это масло черного тмина, тут не написано, или маслом черного кунжутное, то есть, смотрите, вот кокосовое, я не знаю, скорее всего, кокосовое, это нейтрально, оно не будет провоцировать изжогу. А вот масло, если черного тмина, будет, если кунжутное, это тоже горячее масло, оно тоже будет. Но еще, если добавить гвоздику, то есть, как бы сказать, у человека имеется вот этот, как бы сказать, буфер, который препятствует возникновению изжоги. Но все это до определенной степени. То есть, как только энергетика огня, подаваемая в черном масле черного тмина, в кунжутном масле и гвоздики превышает возможности, возникает изжога. Значит, надо вот это вот все убирать. Здесь вот надо регулировать. И здоровый образ жизни, это не то, что я шут это потребляю, это правильная регулировка своего организма. С учетом индивидуальных особенностей, тогда будет у вас здоровье. Стабильное, постоянное, крепкое. Об этом я рассказываю в книгах, отчасти немножко так рассказываю. Вот небольшое разнесение о комментариях ЗОЖ. Спасибо за подсказку про гвоздику, а то я использую лук-чеснок, лук-чеснок со всеми блюдами. Для легких хороши еще медвежий и барсучий жир, как для профилактики, так и для лечения. Масла растительные, ударные, для организма кедровая, облепиховая, льняного, с кедровой живицей. Всем здоровья, не болейте, слушайте, Геннадий Петрович. Значит, я сейчас небольшое пояснение дам. Вот смотрите, что такое иммунитет, вот считается. Иммунитет это функция, которая связана с огнем, это функция связана с тем, что она должна пережить и обезвредить вредные вещества. Не обязательно вирусы, бактерии, грибки, а прочие просто яды, которые могут образоваться во время пищеварения или там основного от пищеварения, оно должно их пережечь. Поэтому лук и чеснок естественно подходят. Они обладают живучими свойствами. Но живучими свойствами обладает еще большими это гвоздика, это обладает там кардамол, то есть специи вот такие вот, перцы. Естественно, красный перец, черный перец это живучие перцы обладают ими. Можно использовать вот эти перцы, они не обладают вот этим вот запахом, как лук и чеснок, но зато вот этой вот энергией огня они обладают и прекрасно пережают разного рода бяки-каки, которые так и хотят нас есть. И тем самым вот этот вот дух от того же перца, от того же имбиря, от той же гвоздики, он как бы сказать пропитывает, наполняет наш организм все там вытесняется, пережигается, становится лучше. Значит, и легкий очищается именно от вот этих летучих веществ, которые содержатся вот в этих специях. Значит, смотрите, медвежий и борсучий жир, а он действует несколько иначе. Он действует совсем по иным, так сказать, параметрам. Он больше способствует тому, что, как бы сказать, увлажняет легкие. Это тоже очень важно, чтобы они не пересыхали, вообще организм, чтобы не пересыхал. Плюс, естественно, тем, чем питается в дикой природе медведь, борсук, это опять-таки травы, которые укрепляют наш организм. То есть, там содержатся вот эти вот вещества, которые были в травах. Это очень интересная вещь. Они по-своему там душисты, по-своему работают. То есть, за счет чего мы можем укрепить? Не за счет того, что что-то там такое вот пережаренное, переваренное и рафинированное, а именно за счет естественного. Вот поэтому эти все жиры работают. Маслорастительное, ударное для организма, кедровое. А вот тут я как раз рассказывал, а при чем тут масла, вот эти кедровое, облепиховое, льняное, не так оно будет действовать. Кедровое, облепиховое. И особенно там живица. То есть, именно живица защищает сосновые породы от того, чтобы их не сажали вирусы, грибки, бактерии. Она обладает вот этими свойствами противостоять им, угнетать их, подавлять их, убивать их. И когда мы с вами живицу применяем, именно вот из всего того, что там перечислено, именно лучше всего будет работать живица. Тем самым мы укрепляем собственный организм. Тем самым одновременно повышается его иммунитет. Тем самым мы становимся невосприимчивы к разного рода инфекционным заболеваниям. Значит, вот сейчас что можно использовать для того, чтобы самоизоляции, препятствовать инфекции, чтобы, как бы сказать, очищать вот это свое помещение, чтобы оно было без разного рода заразы, которая норовит через легкие к нам попасть. Вот Елизар Ашеров как раз и пишет. Я использую тодикамп. Вот, пожалуйста, это тодикамп, это керосин, грецкий орех на керосине, кожура грецкого ореха на керосине. Опять-таки, я делаю упор, чтобы вы поняли, что тодикамп делается на грецких орехах, на грецких орехах восковой спелости. Именно в кожуре, когда восковая спелость, и когда этот орех, как бы сказать, он еще не защищен вот этой вот твердой скорлупой, его легче всего сожрать вирусам, бактериям, грибкам и прочим там червякам и так далее. Так вот, он защищает себя с помощью там огромного количества веществ, одно из которых ученые так выделили, юглон обладает вот такими сильными свойствами, но на самом деле там надо вообще всю кожуру брать, а не только один юглон, как современная наука пытается что-то там вычленить одно и сказать, вот это работает. Нет, там работает целый комплекс, именно кожура, подчеркиваю, именно кожура, то есть не мякоть используется, а именно кожура грецкого ореха восковой спелости, из которой керосин делает вытяжку. Сам по себе керосин великолепное бактерицидное средство. В частности, одна посетительница канала сделала такое интересное замечание, видать, человек поживший, видавший жизнь, что во время войны, когда не было вот этих различных там уже знаете, лекарства кончились и так далее, использовали керосин для обработки ран. И раны, обработанные керосином, не гноились и заживали быстрее, чем от общепринятых лекарств. Все, кончилась война, что-то там более-менее наладилось, керосин вычеркнули, это не надо и так далее. Хотя он работал, как она подчеркнула. И другие, ряд других интересных здесь вот комментарии были, он работает лучше, нежели вот эти все современные вещества. Итак, Ашурум использует тадикамп и аромотерапию. Аромотерапия капается масло эфирное, одна-две капли в аромолампу, распиляется, идет потихонечку все. Сами по себе эфирные масла обладают способностью очищать атмосферу от разного рода вредных микробов, грибков, бактерий и вирусов. То есть они очищают. И особенно сильным свойством, как неоднократно уже указывалось современной медициной и народной, это меньше всего бактерии в сосновом бару. В сосновом бару. Так что вы распыляя ту же живицу у себя с помощью ароморампы, создаете своеобразную атмосферу как в сосновом бару, где минимум всех этих микроорганизмов готовых вас сожрать. Далее что? Гвоздик уже постоянно натощаке после еды. Отлично. Дезинфицирую ротовую полость и весь желудочно-кишечный тракт. Смесью базовое масло тадикамп и эфирные масла мажу лоб и скулы. Лоб и скулы. Значит, помните, что страх подавляет иммунитет. Отлично. Помещение очищайте тоже эфирными маслами, лучше их ничего нету. Они же от бессонницы, от стресса, от негативной энергии в доме. Не ешьте на ночь, не пейте холодно и не запивайте во время еды. Все это дает организму слизь и гной. Сначала слизь, а на основе слизи уже далее будет образоваться и гной. То есть, пытаются бактерии сожрать эту слизь, а лимфоциты пытаются уничтожить бактерии, получается в итоге гной. Сейчас самое время отравиться от паразитов, да. Самый лучший способ от коронавируса это керосин профилактика нужна всем терпение и труд всем здоровье сидим дома. Буквально таки одна-две капли и все. Вот этот керосиновый дух он обеспечивает создает вот эту своеобразную ауру у нас внутри, которую не выносят вот эти все эти паразиты. Хорошо, вы не хотите керосин использовать там якобы то есть все пятое десятое. Что я заметил? Берете зернышко тмина. Тмин бывает черный, египетский тмин бывает серый, это у нас где-то делается, и бывает зира, тоже этот тмин же, тот же самый тмин, который где-то растет у нас там Таджикистан, Узбекистан, вот в этом. Возьмите вот это маленькое одно зернышко, больше не надо, и разжуйте его, и вы почувствуете керосиновый вкус во рту, но без вот этого последствия, которое там бывает, хотя к нему привыкнете, все там будет нормально, но будет то же самое действие, если вы просто-напросто будете жевать тмин. Да, что касается ставить лайки, эти лайки, балалайки и так далее, как бы сказать, я взрослый человек, мне как-то это напоминать, говорить, или еще что-то, но, как знаете, правила игры есть, вот если вы хотите сыграть допустим на ютубе, вы должны вот этим вот правилам, которые установил ютуб, подчиняться, тогда канал пойдет, если вы игнорируете их, вы становитесь неинтересными ютубу, и он вас, знаете, туда, как товар положит на такую полку, где вас вообще никто не видит, поэтому, если вы хотите, чтобы этот канал как-то приносил пользу, начинал процветать, и вот, если это на ваш взгляд все это полезно, что я делаю, значит, ставьте эти лайки, рассказывайте о нем своим знакомым, там, делитесь в соцсетях, и так далее, и так далее, как раз вы друг другу вот даете различные сами рекомендации, вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма, если вас какие-то книги заинтересуют, и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту, цены вас приятно удивят, плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.